100 дней выживания в хардкорном майнкрафте, но в этот раз все намного сложнее и интереснее. За 100 дней выживания мне нужно убить дракона в самом начале игры, построить офигительную крепость, сделать назаритовую броню и инструменты с топовыми зачарованиями, убить визера и сделать маяк из разных блоков. И все это я должен выполнить без каких-либо ферм, упрощающих нашу игру. Их можно делать лишь после выполнения наших задач. Также мне запрещено использовать тотемы бессмертия, и разумеется, я обязан играть без каких-либо читов или же команд. Пруфы будут в конце. Некоторые зрители сейчас воскликнут. Некич, а как же тут шикарный мир, где ты выживал 100 дней в хардкорном майнкрафте? Как вам сказать? Умер за кадром. Вы теперь знаете, что я настроен серьезно, и это все по-настоящему. Если я умер, значит миру конец. Я играю честно. Если ты досмотришь это видео до конца, то я могу тебе гарантировать, что тебе оно обязательно понравится. Не забудь подписаться и поставить лайк. Хватит уже со вступлением. Погнали! Я создавал множество различных миров для того, чтобы на спавне появилась деревня. И вот, я ее вижу и понимаю, это мой шанс. Нужно срочно лутать сундуки, собирать кровати и готовиться к убийству дракона в первые же несколько дней. Эм, спидрана разу меня, конечно, не кокуща, но я, по крайней мере, постараюсь. Наткнулся на разбойников, но, честно говоря, лут у них отстойнейший просто. Но зато нашел очередную деревню. Да-да. По пути я добыл немного кремния. И самое удивительное то, что рядом с этой деревней, вот с этой вот, слева находится пирамида. Среди лута не было ничего, конечно, специфического, но самое полезное это золотое яблоко. В этой песочной деревне было два алмаза, а именно в кузнице. Это жикарно. Свои мучения я оставил за кадром, как я делал этот портал. Ну что ж, телепортируемся. Честно говоря, мне никогда не везет на генерацию в аду. Ну, как всегда, в самой жопе. Спасибо! Вот так, блядь. Паркур, маркур, движение, тоже знаем. Вай, блядь, а смотри, да что они исполняют. Так, ну может тут можно... Ах, блядь. Так, ну что ж, я официально заявляю, что та задница, в которой мы оказались, намного глубже, чем я ожидал. Так, ну я даже не знаю, может в том направлении, блядь, попробуем. Бесконечная лава, бесконечная. Ад Майнкрафта. Я бы хотел тебе напомнить, что у меня ограниченное количество ресурсов, блоков. А? Не прошло и полвека, как я нашел нормальную адскую землю. О, Майнкрафта, ты издеваешься надо мной. Объясняю, мне не хватает блоков, а чтобы их накопать, мне не хватает камня, чтобы сделать каменную кирку. Поэтому я всячески экономлю на своей последней каменной кирке и использую деревянные полублоки. Приплыли. Алёша. Нет кирки больше у нас, никакой. Я отучился 11 лет в школе, сдал ЕГЭ, отучился почти 5 лет в институте для этого трюка. Тысяча АйКью. У меня остались алмазы и палки, поэтому я сделал алмазон лапан, чтобы накопать блоков. В итоге и блоков не хватило, поэтому дошло даже до этого. Вы не представляете, как у меня сейчас играет очко. Это просто жесть. Ну нахер. Так, что-то обстановочка накаляется. Слышь. Так, 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 что делать? Тихо, 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 тихо. Живём, 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 живём. В итоге мне хватило немного дерева, чтобы сделать деревянную кирку. Я выбрался спокойненько и пофармил ифритовых стержней. Обратно я двигался со скоростью черепахи, потому что я столько потратил на нервных клеток. Больше не хочу. Так, а теперь внимание. Вот представьте, я прошёл несколько дней по аду в поисках бастиона, но оказывается, вот вы ничего здесь не замечаете. Посмотрите внимательно, посмотрите. Видите, видите, вон те две чёрные точки. Это был бастион! Так, и каким образом мне нужно туда попасть? Они сейчас все градом на меня посыпятся сверху. Гениальный план отступления. Вот сюда они будут падать, я буду стоять у стены. А отсюда я побегу. Так, чё за движ, я лучше спрячусь. Так, гений, гений, бигбрейн, блин, ёпростэ, мочи, цык, дядь. Короче, мне очень повезло, что он там как-то застрял, да ещё и сам подох. После того момента я ещё очень долго нервничал и заставлял всё возможное блоками, чтобы ко мне никто не мог подобраться. А здесь я совершил просто наиглупейшую просто ошибку. Я случайно кликнул не по тому мобу. Единственная мысль, которая мне сейчас приходит в голову, так, срочно нужно бежать. Пока он там застрял, копаем дырку. В любой непонятной ситуации копаете дырку, заставляетесь, и всё. Я принимаю решение валить отсюда. После чего я незамедлительно наторговываю себе эндер-глаза и валю. Вот это действительно адский хардкор. В поисках портала я преодолел немалые расстояния и нашёл ещё одну деревню. Мне сегодня на них везёт. Вот что-то мне подсказывает. Никич, не прыгай, не прыгай, подожди, давай сделаем лестницу. А вот это самое что-то. Ну здравствуй. Очередная глупая ошибка, из-за которой я чуть не лишился жизни. Я решил сэкономить на факелах. И поэтому в темноте я не заметил, что за дверью был каньон. Хорошо, что в нём не было мобов, иначе я умер. Я быстро выкопал себе дырку и выжил. Больше я не экономлю на факелах. И конечно же у портала мне не хватило одного глаза, после чего я ходил и добывал ещё один. О мой бог, что-то мне поплохело. Я не так часто играл в Minecraft Hardcore, да и тем более, чтобы вначале убивать дракона, да это вообще жесть. Но сначала я всё равно вырыдываю вышки. Так, я немного тренировался вот с этим методом, как ставить кровать и убивать дракона. Ну ты гений, как ты кровать-то теперь ставить будешь. После чего я аккуратно пытался подлезть и сломать обсидия, но он каждый раз обламывал меня и пытался убить. Поэтому пришлось работать по старинке. Лук и стрелы, лук и стрелы. И так до бесконечности, пока я не победил. Ура! Не, ну это закон подлости, всё продумал. А получилось как всегда. Что-то уходит, а что-то приходит. Ну что тут объяснять, вы всё видите. Но поскольку я знаю, как работает генерация, я просто пробирался в те места, где были сундуки, надобывал немного лута и отправился домой. Яички! Такое... нестандартное чувство. Ну что, начиная наш... Летсплей? Решил я, в общем, поселиться где-то неподалёку от следующего портала Вент. Ну и естественно, по пути я собирал различного рода лут, натыкался на различные структуры, добывал золото под водой. Всё как в реальной жизни. Подводная структура, которая была не под водой, вынесла мне мозг. Да ещё там удочка на починку оказалась, обалдеть. А некоторые сокровища просто шикарные. В общем, нашёл я, где находится этот портал, вот под этой горой. Провёл я там очень много времени, но так и не нашёл портал, потому что там ужасная структура, там каньоны, заброшенные шахты, и всё в одном месте. По итогам, на 12-й день у нас много чего есть. Даже кирка алмазная на починку. Это отличный результат. А вот здесь будет наша крепость. Также мне даже хватило алмазов, которые мы нашли на часть брони. После чего я незамедлительно приступил к добыче нужных ресурсов. В первую очередь это дерево, и во-вторых, это очень много камня. Камня понадобится очень много. А вот и первые алмазы, которые я нахожу самостоятельно в шахте, а не в сундуках и различных структурах. На 20-й день я начал заниматься зачарованиями. О май бог, чёрт возьми масляет. Хорошая работа. После чего я с довольной мордой спускаюсь в пещеру и добываю те алмазы, которые я оставил на вкусненький момент. А именно выкопать их все на удачу. Три жилы, 27 алмазов. Так, ну более-менее, более-менее ресурсов достаточно. Я думаю, нам этого хватит. Оп-оп, защит 4. Долгожданный лук на бесконечность, которого я так не мог получить в первой части. Ну и солидный меч. Ну и несколько зачарованных книжек. Пока плавился камень, я сбегал за тростником. И отправился в ад на рынок. Поскольку я не могу использовать различные фермы, опыт я добывал из кварца. Пацан в школе двойку получил. Жалко мне кварц не нужен. Ты чего? Ты совсем из ума вышел? Это же мой шалкер, это мой сундук. Поубивал их рядом с магической лавой. А, цук, цук. Просто обожаю лутать сундуки. О, господи, как это кайфово летать на элитрах в воду. Так зачаруем ботиночки на защиту 4. Ну нету невесомости, ничего страшного. Вот здесь будет крепость. А еще мне было очень интересно, примерно с какой высоты мне можно падать. И не умирать. При этом. Блин, что-то высоковато. А, не, ну нормально, нормально, слушай, нормально. Начинается официальная стройка. К сожалению, строить мне придется и днем, и ночью, дабы успеть в сроке. Субтитры сделал DimaTorzok С этого ракурса вы еще его не видели. Как вы уже, наверное, поняли, на 40-й день я сделал небольшой перерыв, начал копать некоторые ресурсы дополнительные и нашел суицидника октопуса. Ой, сейчас я к нему присоединюсь. Но к вечеру снова принялся за работу. Субтитры сделал DimaTorzok С этой стенкой я долго промучился. Ой, даже не знаю, что ей сказать. Обалдеть. Так, ну что ж, давайте я проведу мини-экскурсию. Здесь мы проходим нашу мини-крепость. Хочу отметить то, что это еще относительно небольшая крепость. По левую сторону от нас мы находим вот это здание. Это простенький склад, ничего особенного. Далее у нас вторая башня. Здесь у нас плавильня и портал в ад. Здесь у нас находится проход в шахту. Пройдя по лестнице вверх, мы попадаем в основную халупу. Здесь проживает у нас местный буржуй, к которому ночью снятся яйца дракона. Ну и второй этаж, на котором пока ничего нет, с выходом наружу. Последняя, самая здоровенная башня, которая у нас здесь есть. В ней ни черта нет. Да, вы угадали. Ну, затем мы переходим на крышу. Здесь у нас отличный столик зачарования, которых свет еще не видывал. На 54-й день я решил, что как-то маловато зелени. Плюс надо подровнять ландшафт. Затем я просто незамедлительно приступил к добыванию пищи. Ну, потому что настолько с едой было все хреново, мне прикрылось жрать гнилую плоть и школьную похлебку, от которой я стал слепым на какое-то время. Отправляю счастливые радости за сокровищами, правда, я там уже был. Хорошо, хотя бы еду оставил. В это, конечно, трудно поверить, но это мой первый на заре твой инструмент. Такое необычное чувство, когда что-то делаешь впервые. Теперь я аквамен. Хоть не буду так часто ломаться. Так, сейчас немного нужно добыть алмазов. Здравствуйте, Андрей. Так, какой тоннель выберем? Не, я, конечно, поражаюсь. Всего три жила, три жила алмазов. И на удачу три я выкопал. 38 алмазов! Хоть и невесомость два, но пойдет. Так, штаны за 40 ривен. Кстати, очень удобный метод. Вот так вот книжки зачаровываешь, а потом совмещаешь. Параша полная, эти тоннели. Проще вот так сплошняком рыться. А вот и первый Дебрис. Обалдеть, какой же он классный. Я впервые его вижу вот так. Оп, еще один. А вот еще один. Кирка уже отходит к праотцам. О, какая классная жила. Не, я, конечно, понимаю, то, что его добывать сложно, но чтобы вот настолько я этого не знал. Честное слово. Непередаваемое ощущение, вот ей богу вам говорю. Вот всего каких-то 60 дней назад я тут ковырялся без блоков. Практически без каких-либо инструментов. Выживал как мог. А сейчас? Ну что, настало время превращаться в назритого человека. Я понимаю, я понимаю. Сейчас многие скажут. Да, камон, чувак. Ну, не удивил, не удивил. Ну, все это уже делали. Я понимаю. Но для меня это впервые. Невесомость 4? Я только сада вернулся, чувак. И ты опять хочешь заставить меня добывать опыт из кварца? Перед отходом я тут меч забабахал. У нас теперь добыча 2 есть, между прочим. Чё, помнишь меня? Помнишь меня, как ты меня тут со своими кентами в первые дни пытался меня завалить? Пошёл нахер! И ты тоже пошёл отсюда! Так, спокойно. Они ещё получат свои. Мы спустили за опытом Никита. Ой, как порой приятно отдохнуть от этой всей адской суеты, постоянных лопящих гастов. Ааа, как же тяжело без фирмы. Ну, такое правило. Отправился добывать голову визора. И, удивительно, из 100 убитых мной визор скелетов выпал 1 череп. Хреновенько. Правда, спустя какое-то время всего за 20 каких-то скелетов я выбил оставшиеся 2 головы. Всего я их убил. 126. Я чувствую себя каким-то дамблдором уже. Или какой-нибудь бабулькой в библиотеке школьной. Не, ну прям средь бела дня. Как так можно-то было, а? Нет, ну ни стыда, ни совесть у этих зелёных. Отправился по пещерам добывать железо. И нахожу эндерпортал. Что? И рядом с ним был ещё спаунер скелетов. Крипер. Так, мне придётся добыть крайне много железа. Крайне много. А поскольку фирму железа я не могу сделать, единственный способ это посещать пещеры. Это очень весело. Вы посмотрите, нашёл слаймчанк. Что ты такое? Чё, пацаны? Кого-то в канаве забыли. Офигеть, я богатый. Прям как А4. Ё-моё, чуваки. Да я ж просто поторговать хотел. Я забыл, что нам не было это проклятие. Капец, надо срочно их всех закрывать. Сиди, суп дома ешь. Это не ложная тревога, сидите. За меня тут, значит, старший брат решил впрягаться на районе. Беги, сука, беги! Теперь у нас есть тотемы, но я их не использую. Ати, га, диги-диги, диги-дай. Первая починка. Печенье? Моё почтение. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. На починку я зачаровал ботинки. И элитры. Так, всё, у нас герой деревни всего на девять с половиной минут. Сельхоз-колхоз, поехали. Эх, ночь будет долгой, у меня ещё целый шалкер. Ох, я теперь такой моднявый, штаны на починку. О-ку. Ты кто такой? А ну ди... О-о-о, прошу прощения, проходи, проходи. Пипидастер пха-ха-ха-ха-ха, ору. Так, почти всё железо. Опа, пойло моё. На. Гена, на. Ну, правда, в нашем случае это Пипидастер. Так, мы оставим его здесь наедине с одиночеством. А нам нужно сейчас добыть немножечко железа. Совсем немного не хватает для маяка. Прямое включение, у нас срочная битва, срочная битва. Так, Хабиб слева против Нурмагомедова. Так, кто победит, кто победит, я ставлю на Хабиба. О-о-о, ничья! Кажется, пора. Так, Пипидастер, соберись, я с тобой. Ты стал мужчиной. В конце концов, возьми себя в руке. Ля, ну ты не мог вот пораньше появиться, я у этих буржуев торговал. Не. Отправился добывать золото в ад, но потом я осознал, зачем его копать, если можно добыть его в бастионе. Это же элементарно. И затем отправился покопать ещё немного Дебриса. И о, как же редко он попадается, кошмар. Вылез из своей богом забытой дыры и осознаю, что я где-то пр... Литр. Я в шоке. Ну вот почему, ну почему, когда я выбрасывал блоки, и я так облажался. Ну как так? Ещё одна назрит твоя кирка. И топорище. Так, вот сейчас всё набирает обороты. Если я сейчас подохну, это конец. Чё, прям так сразу? Так, чё делаю, чё делаю? Быстро, быстро строй, строй, строй. Так, всё. Нету пареньки. Вы бы сейчас зали, как у меня сжимается очко. Потому что у меня нету элитр. Ля, я лучше мост построю, ну и вон нахер. О боже, я его вижу. Наконец-то корабль. О боже. Так, бросили эндерперл. Так, чё-то пошло не по плану. Попытка номер два. Так, намёк понял, принял, осознал. Фух, как камень с плеч. Я думал, я тут подохну, наверное. Так, Хьюстон, у нас проблем, у нас прочности нет. А у нас ни портала, ничего нет. Ни новых элитр, ничего. 20 прочностей. Быстрее, быстрее, быстрее. Мы успеем, мы успеем, мы успеем. Нет, я не подохну сегодня. Нет, я не подохну. Прочность 13. 10. Быстрее. На 91-й день я вернулся домой и начал затариваться изумрудами. И потом по дешёвке я покупал у своего пипедастра починку. Вот вы мне скажите, хоть одна первая опыта будет веселее, чем эта? А, тихо, 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 тихо. Экстрим. Все инструменты на починку. Сейчас мы проверим нашу броню на прочность. Поехали. Сначала с луком, а потом в равный бой. Рефлекс хотел отойти, думал, мне будет больно. Чисто на всякий случай, если мне придётся поплавать сейчас в лаве. Хо, как он быстро отлетает, а? Ты посмотри на него. Фууу. Ну, слабачок. Очередная наша задача выполнена. Маяк, состоящий из алмазных блоков, золотых, железных. Сопротивление 2 с такой-то бронёй, это имба. С вашего позволения, я тут порыбачу на 96-й день. Вот в такой вот незамысловатой позе. А для чего? А для того, чтобы найти бирку. А бирка для чего? Для того, чтобы сделать ферму эндерменов. А поскольку все задачи выполнены, ферму можно уже делать. Я потратил 3 дня, а не нашёл ни одной бирки. Ну, зато обустроил вот здесь такую комнату, как в Гарри Поттере. Потеряв всю надежду найти бирку. Ночью 99-го дня я нахожу бирку, мать твою! Охереть, я успел буквально где-то за 20 минут. Эй, чё задвижь сзади? Надо это пофиксить. Время пруфов. Перед глазами у вас сейчас вся моя статистика. И также в описании к видео вы найдёте мой сейф мира для проверки его на сторонние вмешательства, если кому интересно. Это первый и последний раз, когда я делал копию этого мира. А сейчас секундочку вашего внимания. На данное видео ушло 3 недели. А у тебя есть уникальнейшая возможность всего за 3 секунды поставить лайк и подписаться на канал прямо сейчас. Спасибо за просмотр, удачи и до скорых встреч.